Добрый вечер. У нас есть еще две минутки. Давайте проверим связь. Меня слышно? Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики. Так. Отлично. Всем добрый вечер. Владимир, благодарю. Слышно, видно. Отлично. Ну что, ждем немножко опаздывающих, да, хотя нет, еще не опаздывающих, еще две минутки, еще есть время попить чайку. Вот. Взять ручки, взять тетрадки и, если что, записывать. Сегодня, ребята, у нас будет викторина такая по пройденному материалу. Вот. Я подготовила несколько вопросиков, такие, ну, самые, знаете, актуальные, которые проходили и иногда заковыристые, да, с помощью каких виджетов, какие вопросы решаются. Вообще, на самом деле, вот моя задача всего вот этого вебинара, тренинга, да, в целом, это сделать так, чтобы после этого вебинара вы могли, после этого тренинга, да, вы могли зайти, увидеть любой сайт, который вам нравится, любой какой-то элемент на этом сайте, и у вас тут же в голове такая возникла лампочка, знаете, я знаю, как это сделать в Elementor, да, то есть чтобы у вас было четкое понимание, как вы можете реализовать те или иные элементы на сайте с помощью Elementor. Вот это вот, пожалуй, будет самая важная задача, которую мы решим. Вопрос, как вы это будете решать, это уже вопрос времени и навыка. То есть чем больше вы будете работать с Elementor, тем больше у вас будет получаться. Но вот этот именно момент, что вы знаете, как это сделать, это очень важно. Поэтому вот как раз викторина будет направлена именно на вот эту тренировку, да. Вот, ну и вообще я рекомендую как бы ходить на разные сайты и смотреть, как, что у них там устроено, и примеряться к Elementor, да, то есть вот вы смотрите какой-то сайт, что-то вам нравится, вот, и вы думаете, ага, как бы я это мог сделать в Elementor. Это будет здорово, да, такая тренировочка, которая вам впоследствии сократит очень много времени на размышления, как вы можете это решить. На самом деле вариантов может быть всегда несколько с одним и тем же, один и тот же элемент, один и тот же какой-то блок, можно решить по-разному. Вот, нет какого-то однозначного там ответа. Ну, это, не знаю, может быть только, знаете, прогресс, например, да, он слишком характерный, чтобы как-то решить это по-другому. Вот эта полоска, помните, такая анимационная, вот, ну, или там цифры, да, счетчик, например, это тоже слишком характерный, чтобы как-то это по-другому еще решить. Но есть масса других виджетов, которые друг друга могут заменять, да, вы можете, допустим, текст, иконки, иконка плюс текст, там, не знаю, список, это тоже про, по сути, иконка и текст. Вот, сегодня мы, кстати, посмотрим, как списки создаются. Так что, да, вы можете вот по-разному решать эти вопросы. Еще, допустим, отступы. Помните, вот мы на прошлом занятии много времени уделяли именно отступам. Их тоже можно сделать по-разному. Сверху, снизу, справа, слева, либо вы ставите виджет, который называется интервал, да, сверху, снизу, либо вы отступы в расширенных делаете различные, да, внутренние, внешние. То есть вы можете по-разному играться, и в зависимости от того, что вы хотите получить, то вы и в итоге будете использовать. Главное, понимать, что именно использовать, и как вы это сможете обыграть. На самом деле, у каждого виджета очень-очень много настроек и много вариаций. И, конечно, все вот это рассказать на одном-двух-трех вебинарах невозможно. Я думаю, даже вот я записав курс, сейчас вот я пишу как раз курс по шагам, да, по следам мастер-классов, где-то какие-то моменты, может быть, я упускаю на мастер-классе, но я обязательно их озвучиваю именно в курсе, да. Курсы – это такие маленькие видеоуроки. И я думаю, что даже этого будет недостаточно, и потом я еще буду дописывать видеоуроки, которые будут разъяснять еще больше нюансов, еще больше возможностей различных виджетов. Вот, ну это вот такие планы. Хорошо, друзья, ну что, все уже в этом сборе, да, все мы собрались. У меня такой вопрос, так, на засыпочку. Кто уже пробовал делать прошлые занятия? Что у вас получается и получается ли? Можно обойтись просто плюсиком, что делали, либо минусиком, что не делали, либо даже можете похвастаться. Так, Владимир пробовал, получается, отлично, отлично, очень рада. Светлана тоже пробовала. Ольга, Елена. Ой, Елена, здравствуйте. Вот когда вы пишете фамилии, кстати, я сразу знаю, кто это. Пишите вот полное имя, тогда мы же практически все с вами знакомы. Но вот если когда нет фамилии, я затрудняюсь угадать, кто это, да. Так, Светлана, отлично, Оксана, супер. Молодцы, ну что, умнички. Тогда я вам сегодня еще дам задачку сделать страничку услуги. Это очень важная страница на сайте. Да, кстати, знаете, что вот я хочу сказать еще, что если вы хорошо освоите Elementor, а это под силу буквально каждому, даже если вы совсем не программист ни на секунду, ни веб-дизайнер, вообще этим никогда не занимались, вам реально под силу освоить этот инструмент. Это сейчас не то время, когда, знаете, там 10-20 лет назад нужно было все руками делать. Я сейчас вспоминаю, когда я изучала первые шаги в сайтостроении, это, ребят, были эти, это не инструменты. Это был HTML, который сидели и ручками писали в блокноте. Максимум, что предлагали, это редактор HTML. Ну, он особо не помогал, а только мешал. Вот, поэтому сейчас это все настолько элементарно, вот эти виджеты перетаскиваешь, настраиваешь, и у тебя голова не болит, что там внутри. На самом деле внутри там, ого-го, какой код, да, и вся эта информация, все это крайне сложно, если разбираться внутри, но это не нужно. И если вы освоите реально этот инструмент, то вы можете стать специалистом по созданию сайтов на WordPress. Сейчас очень большая аудитория приходит в интернет с деньгами именно с наземным бизнесом. И все, что им нужно, они не понимают интернет-маркетинга, они не понимают, что такое там вести блог. Просто мы сейчас вот именно с такими людьми сталкиваемся. Это наземный бизнес, который имеет офис, который имеет клиентов, ему нужно просто засветиться в интернет. Они просто понимают, что если их нет в интернет, значит, люди не могут просто их найти, даже просто информацию, как до них добраться, где они находятся, там, какие у них часы работы. Ну, такая вот элементарная, да, какие они услуги оказывают. И вот таких людей очень сейчас много приходит в интернет, они ищут возможности создать простой сайт-визитку. И поверьте, элементар вот так вот хватает, чтобы создать такой сайт. Чуть-чуть, как бы, наработать навык работы с элементаром, там, подбора картинок, да, дизайнерских каких-то вот вещей и все. И вы можете создавать сайты на заказ. Пожалуйста.